Всем привет, с вами Карина! Сегодня хочу поговорить о игре Sweet Home, вышедшей на NES в 1989 году. Хоррор — особенный жанр, в котором атмосфера играет первостепенную роль. Здесь важен не только увлекательный геймплей, но и умение вызвать у игрока гнетущее ощущение постоянной опасности, заставить его испытывать страх. К сожалению, технологическое несовершенство игровых платформ того времени во многом ограничивало творческие возможности разработчиков. Но даже в восьмибитную эпоху появлялись действительно талантливые проекты, авторам которых удавалось вырваться за пределы установленных ограничений и добиться необходимого психологического эффекта. Весьма наглядным примером является японская игра Sweet Home, традиционно считающаяся одним из главных основоположников жанра серверал-хоррел и прямых предшественников серии Resident Evil. Официально Sweet Home издавалась лишь на территории Японии, но благодаря уникальной стилистике и исторической значимости для развития жанра игра обрела культовый статус и до сих пор пользуется успехом среди поклонников хоррор-игр. Сюжет игры основан на одноименном фильме 89-го года. Небольшая группа телевизионщиков решает проникнуть в заброшенный особняк, ранее принадлежавший известному художнику Ичера Мами, чтобы снять репортаж. Но, как выясняется, особняк населен исчадиями иного мира. И, сами того не подозревая, наши герои попадают в смертельную ловушку. Теперь основная цель для них — во что бы то ни стало выбраться живыми из сложившейся ситуации. Но для этого придется разгадать тайну страшных событий, произошедших в Доме художника. Итак, в нашем распоряжении пять персонажей. Казуо — лидер команды, его дочь Эми, репортерша Асука, оператор Тагучи и женщина по имени Акико. Фишка здесь в том, что каждый из пяти персонажей обладает своими характеристиками, а также особыми умениями, необходимыми для решения головоломок и прохождения игры. К примеру, у Казуо есть зажигалка. Акико умеет лечить других персонажей, а Эми открывать закрытые двери. Ситуацию еще больше усложняет жестокое ограничение восстанавливающихся предметов. Их нельзя покупать или выбивать из монстров. Поэтому чем меньше останется в особняке лечебных предметов, тем быстрее будут уменьшаться ваши шансы на выживание. Причем ограничено не только количество предметов в игре, но и количество ячейк в инвентаре. Из-за этого перед игроком часто будет вставать дилемма, какой предмет взять с собой, а какой выбросить. Тем не менее, несмотря на концептуальное сходство, игровой процесс Sweet Home сильно отличается от того, что мы видели в играх серии Resident Evil. И что современные геймеры привыкли понимать под сервером-хоррором. Чтобы максимально эффектно использовать возможности 8-битной консоли, разработчики решили организовать боевую систему в духе JRPG. Мы следуем особняк с видом сверху. Но битвы с врагами происходят на отдельном экране и в пошаговом режиме. Данное геймплейное решение не только предотвращает превращение игры в экшен, но и позволяет воспугать видом врагов. История о страшных убийствах, призраках и человеческом безумии хорошо подчеркивает общую стилистику игры. Повествовательная составляющая Sweet Home весьма схожа с последующими представителями хоррор-жанра. Сюжет раскрывается преимущество посредством обнаружения и чтения записок, содержащих важные подробности истории. По большей части вам придется самостоятельно складывать эти кусочки в цельную картину. А в случае пропуска или невнимательного чтения каких-либо важных подсказок, есть риск упустить суть истории. Что весьма не характерно для игр того времени, Sweet Home предлагает нашему вниманию целых пять концовок. Кроме того, Sweet Home до сих пор смотрится довольно оригинально. А концепция восьмибитных ужасов наверняка будет интересна всем любителям ретро-игр. Если вы интересуетесь историей видеоигр или просто цените оригинальные и необычные проекты, то Sweet Home наверняка подарит вам много приятных часов игры.